Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Марина Африкантова узнала, кто удалил её страницу в Instagram. Девушки позвонили из техподдержки по её запросу и сообщили, что аккаунт ликвидирован через электронную почту с телефона, которой принадлежит Андрею Чуеву. Так Чуев отомстил Африкантовой. Instagram предложил подать в суд на Андрея. Они готовы предоставить доказательства. Чуев в прямом эфире Instagram рассказал о своём уходе с проекта. Он покинул Дом-2, потому что там нельзя заниматься своим бизнесом. На Марину он обижен. Теперь он близко не подойдёт к семье Африкантовых. Даже если он вернётся на Дом-2, то явно не к Марине. Новая участница Дина Корти уже отказалась от Вани Зари, к которому приходила на проект. Сейчас девушке нравится Дима Лукин, который расстался недавно с Машей Кахно. Кристина Ослина призналась, что она переживает из-за недавнего ухода с проекта Ильи Грина. Он самый искренний и настоящий, пишет Кристина. Уверена, мы не случайно встретили друг друга. Ольга Бузова отметила Международный женский день 7 марта, потому что в празднике она работала. По-доброму завидую всем, у кого 8 марта праздник. Спасибо моим верным девочкам, которые оберегают меня от дурацких мыслей. Я вас очень люблю. Бузову, как начинающую певицу, поддержала Лолита Милявская. Молодец, сказала она. У девки есть мозг, и это замечательно. То, что человек поёт, пляшет, стихи сочиняет, это здорово. Это гораздо лучше, чем пойти и биться головой об стенку, или попасть в какую-нибудь психиатрическую больницу на почве развода. Я такие вещи видела сто раз. Люди начинают петь под фонограмму, потом идут к хорошему педагогу заниматься вокалом, и из этого получается толк. Влад Кадони считает, что Диане Шурыгиной стоит стать участницей Дома 2 после того, как ей исполнится 18. Эта история не оставила меня равнодушным, говорит Влад журналистом. Если бы такая ситуация произошла на Доме 2, то камеры бы точно всё зафиксировали. Шурыгина бы ничего от нас не утаила. Мне бы с ней пару тетатетов провести, и всё у неё будет хорошо. Евгения Феофилактова рассказала своим подписчикам о том, что она любит перемены, и что сейчас они с сыном готовятся к переезду. Ирина Донцова считает, что Захару Соленко не нужны серьёзные отношения. На проект он вернулся, чтобы отомстить Майе. Женщина рассказала о споре между Захаром и Ваней Барзиковым. Они поспорили о том, что Соленко вернёт Майю и через неделю её бросит. В недавнем эфире можно было увидеть, как Антон Шоки пытался стянуть штаны из Саши Харитоновой прямо перед камерами. Харитонова усиленно оборонялась, но не далась. Бывший участник Дома 2 Олег Майами встречается с солисткой группы Серебро Ольгой Серябкиной. Ольга подтвердила слухи о том, что они пара. Руслана Мишина рассказала о расставании со своим молодым человеком. Жаль, что приходится расставаться. Видимо, мы слишком разные. Разные культуры, написала девушка. Илья Ябаров опубликовал видео со своего последнего выступления. В компании с Глебом Жемчуговым они выступали на улице возле метро. Ябаров пел очень зажигательно и собрал много аплодисментов от случайных зрителей. Элина Камерен отдыхает в Нью-Йорке. Многие уверены, что там проживает тот самый мужчина, которому она отправляла свои фото и видео эротического характера. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.